Доброе утро! 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 Новосибирское водохранилище готовят к приему паводковых вод. Доброе утро! 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 конематки. Могу уверенно сказать, что на следующий год 100 конематок у меня будет. И это уже результат. Вот финансовая составляющая, ежели бы не Казахстан, то внутри России, внутри нашей области мясо это не особо рентабельно. На сибирском рынке конина сетует фермер, не пользуется спросом. Практически все поголовье скупают соседи из Казахстана. Впрочем, цена, как говорит Николай Басов, хорошая. Денег хватает и на подготовку к пассивной, и на зарплаты. В полевой сезон у него работают минимум 20 человек. Все местные жители. Сейчас же нигде так не берут. До 40 лет в основном, а мне уже 52. Кто мне там возьмет и все? Вот, пожалуйста. А тут хоть маленько, но выручает. А куда деваться идешь? Сейчас живешь ради своего хозяйства. А нету хозяйства, все. Труба. Ставку фермер делает на мясное коневодство. Но есть в хозяйстве также быки и овцы. Корма производит сам. Выращивает пшеницу, овес, заготавливает сено. Хватает для себя и для местных жителей. Излишки продает. По Новосибирской области и вообще по федеральному округу Западной Сибири уклон делается на развитие конного спорта. А мы-то сельхозтоваропроизведители видим не только в развитии конного спорта, но и в развитии, конечно, мясного направления лошадей. Впрочем, и сам Николай Басов лошадей держит не только для торговли, но и для души. Иногда любит прокатиться верхом и все чаще думает о создании в районе собственного ипподрома или небольшой конной секции для школьников. Ольга Левина, Геннадий Устюжанин, Новости ОТС. Сможете ли вы рассказать все об историческом здании, увидев его впервые? Теперь да, благодаря инновационному проекту. Сегодня стартует историко-культурный проект «Узнай Новосибирск». Самые интересные памятники издания обеспечат интерактивными охранными табличками с инновационным дополнением QR-кодом. Он позволит считывать всю информацию о доме при помощи смартфона. Для этого нужно загрузить программу распознания, выйти в интернет и направить смартфон на табличку. Информация о здании появится прямо на экране устройства. На каких именно памятниках архитектуры появится инновационное дополнение, сегодня расскажут на открытии проекта. И на этом пока все. Следующий выпуск смотрите уже через полчаса. Хорошего дня и до встречи! Доброе утро! В студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о ценах на товары, о четвертом масте и о ситуации с паводком в районах области. Подорожали, но в меру. Средний рост цен на товары в Новосибирской области ниже, чем в других регионах. Антикризисная программа, по оценкам правительства, сдерживает аппетиты торговых сетей и поставщиков. Крупные федеральные точки продлят соглашение о минимальных наценках на продукцию первой необходимости. Региональные же подобный документ подписывать не будут, но обещают поддерживать коллег. Тем не менее, эксперты наблюдают в области сильный разброс цен. Почти наполовину подорожали овощи, фрукты, говядина, сахар, рис, чай, масло и медикаменты. В то же время дешевле стали свинина, молочная продукция и бананы. Стоимость мяса птицы, как и в прошлом году. Для населения с низким уровнем дохода в Новосибирске работают две социальные ярмарки. А в ближайшем будущем региональные власти откроют третью. Есть поручения, мы этим сейчас занимаемся. Я лично смотрел, ездил уже несколько помещений. Я думаю, что с середины текущего года откроется третья такая ярмарка. Востребованная вещь. Цены там на 20% ниже. Четвертый мост обретает контуры. Из областного бюджета выделят средства на проектирование переправы. Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о выделении на эти цели 160 миллионов рублей. Деньги пойдут на подготовку и организацию конкурсов для проектных организаций. Напомню, мост построят на принципах государственно-частного партнерства. Уже создано открытое акционерное общество «Центральный мост». Сейчас оно готовит проектную документацию для государственной экспертизы. Вода наступает. Жители Куйбышева продолжают неравную борьбу с талыми водами. И в большинстве случаев людям приходится в одиночку справляться с капризами погоды. Подробнее в сюжете Оксаны Тимошенко. Ветеран труда Анастасия Сафронова в свои 77 забыла о покое и отдыхе. Второй год подряд наступление весны пенсионерка ждет с тревогой. Два года у нас затапливают водой. В Левограде есть, значит, это вагон затапливают. И скоро под талам идет. По словам жителей, проблемы начались после того, как реконструировали береговые валы. Этот участок дороги самый низкий. Сюда стекают талые воды. Осточный колодец здесь не предусмотрен по проекту. Но есть он немного дальше. Туда я попытался грейдер согнать огромную лужу. Однако вызвал еще большее негодование людей. Пройти по тротуару здесь тоже очень трудно. Зимой он приметен снегом, а весной он почти полностью в воде. Особенно трудно, когда рядом проезжают автомобили. Вся вода с этой большой лужи оказывается на тротуаре. С тротуаров вода стекает в ограды жителей. Многочисленные обращения к коммунальщикам и городским властям. Результатов медали. За помощью люди обратились к депутату. Дмитрий Панов, хоть и избирался по другому округу, уверяет, проблемы везде одинаковые. Есть обращение граждан, было ко мне. Я перенаправил данное письмо Владимиру Павловичу с просьбой решить этот вопрос либо за счет подрядчика, который выполнял данные работы, либо за счет средств, выделяемых на содержание дорожного хозяйства. Ответ от Владимира Павловича – это мэр Куйбышева. Депутат пока не получил. Так что решать свои проблемы жители по-прежнему вынуждены самостоятельно. Но если машину для откачки воды они могут нанять, то асфальтокладчик им уже не по карману. Городские дороги сейчас, как после бомбежки. Ямочного ремонта хватает ненадолго. Каждую весну, говорят люди, асфальт будто тает вместе со снегом. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске в государственном концертном зале имени Каца стартует Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи певцов, танцоров, артистов, художников, любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства будут участвовать в фестивале. Проект стартовал еще в августе 2013 года и прошагал по всем регионам нашей страны – от Курска до Владивостока. Межрегиональные этапы фестиваля уже прошли в городах-героях, городах воинской славы. Всего шесть мегаполисов России удостоены чести принимать фестиваль. Это Владивосток, Владикавказ, Мурманск, Тула, Пермь и Новосибирск. И сегодня столица Сибири станет центром проведения межрегионального этапа «Салюта Победы». Творческие делегации из 12 регионов округа приедут в Новосибирск. Первый фестивальный день для гостей начнется с обзорной экскурсии по городу «Все для фронта, все для Победы». Минутой молчания и возложением цветов к монументу славы почтят память воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдут по аллее славы к часовне святого великомунчика Георгия Победоносца. Вот в этом году, в 2015-м, выпала честь Новосибирской области принимать весь Сибирский федеральный округ. То есть это конкурс среди уже регионов, которых вставляют театрализованные концертные программы. Не просто концерт, а сделанные режиссерки. То есть здесь оценивается мастерство, будет оцениваться жюри. Мастерство режиссуры прежде всего, насколько эта тема будет выражена, по-новому будет рассказано о войне, потому что, конечно, за эти 70 лет очень много уже говорили, и много всего, и по-разному. Здесь вот как бы по-новому взглянуть на то время. И на этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о предстоящем технопроме, о проверке пассажирского транспорта и о героях Великой Отечественной войны. Что обсудят на технопроме в этом году, узнаем уже сегодня. Первый заместитель главы региона расскажет журналистам о программе и особенностях предстоящего форума. Третий международный форум технологического развития пройдет в регионе в начале июня. Главная тема – энергия технологического прорыва. Я напомню, впервые технопром провели в 2013-м. Тогда его называли ответом на призыв президента страны к формированию новых отраслей экономики, в которых отечественные производители могут стать лидерами. И кто получит право управления жилищно-коммунальным хозяйством в Бердске? Сейчас в городе Спутники Новосибирска проходит конкурс. В нем принимают участие три компании. Победитель определится в конце лета и получит право по договору концессии управлять системой теплоснабжения Бердска, куда входят три котельные, 55 тепловых пунктов и более 250 километров теплосетей. По словам министра энергетики ЖКХ Новосибирской области Евгения Кима, инвестору предстоит вложить в развитие теплосети Бердска полтора миллиарда рублей. Отдачу от инвестиций он будет получать в течение следующих десяти лет. Срок концессии при этом должен составлять четверть века. Чистый автобус. Сегодня проверять пассажирский транспорт будут представители мэрии Новосибирска. В центре внимания санитарное состояние автобусов и троллейбусов. Чисто должно быть не только внутри, но и снаружи. Причем оценивать будут и чиновники, и руководители транспортных предприятий региона. Посмотрят также, соблюдают ли водители правила подъезда к остановочным пунктам и сколько времени стоят в ожидании пассажиров. Кроме того, будет проведен опрос жителей о качестве обслуживания в общественном пассажирском транспорте. Добавлю, такие рейды не редкость, но, увы, результаты их скромные, потому что водители передают друг другу информацию о проверке на один день и становятся законопослушными. Помним и гордимся в Болотнинском районе на грудные знаки. В честь 70-летия со дня победы получат более 500 ветеранов Великой Отечественной и труженики тыла. С героями встретилась Зинаида Миронова. Подождите, я сейчас выпрыгну и прямо к вам. Давайте. Спасибо всем. Шутки – это визитная карточка Антонины Плесковской. Она всегда в хорошем настроении, несмотря на годы. Ей уже 91. Сейчас с трудом передвигается, а ведь в самом начале войны, когда ей было 17 лет, выполняла на фронте сразу несколько обязанностей. Мы умели перевязать, умели стрелять, умели все делать, умели плавать. До совершеннолетия, вспоминает Антонина Николаевна, копала противотанковые рвы под Ленинградом. Три месяца подряд. По часу на сон и обед, и опять лопаты в руки. В 42-м ее отправили на восстановление железнодорожных путей. А в середине войны она уже обеспечивала связью с Северный фронт. Там на горизонте идет бой. Последнего фашиста выбиваем. Сегодня живы мы с тобой, а завтра бог один не знает. Вот так мы связисты, как говорится, обеспечили связью. Сегодня, когда ветеранам за 90 и нет былой силы, они уже реже собираются вместе. Но в каждую памятную дату, а главное в День Победы, они вновь в строю, как и 70 лет назад. И снова слезы на глазах, и песни фронтовые. От Москвы до самых окраин, Съемных гор до северных морей. Зинаида Миронова, Владимир Полосин, Новости ОТС. И в продолжении темы. Сегодня в Новосибирске подведут итоги конкурса книгачеев. Посвящен он юбилею Победы и Году литературы в России. На конкурс было представлено около 300 творческих работ из 40 образовательных учреждений города. В этом году были включены специальные номинации. Такие, как «Память огненных лек», «Долгое эхо войны», «Поклонимся великим тем годам». Лучшие творческие работы вошли в сборник. Этот день мы приближали как могли. Междисциплинарный творческий проект «Санкт-Петербург-Сибирь. Диалог культур» стартует сегодня в Новосибирске. Первый концерт из Петербурга с любовью дадут заслуженные артисты России, известные музыканты Санкт-Петербурга и Новосибирска в сопровождении студенческого симфонического оркестра имени Салертинского. Будет исполнена музыка Баха и Гайдена. Творческий проект «Санкт-Петербург-Сибирь. Диалог культуры» осуществляется по гранту президента Российской Федерации. Его цель – это сохранение исторической и культурной памяти Сибири о выдающихся деятелях и знаковых событиях российского искусства. И на этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова